Здравствуйте! В 20-х годах во Флориде, или как теперешняя молодежь говорит, во Флориде, поселился выходец из Латвии. Ну, в общем-то, бывший наш соотечественник, то есть из Российской империи он туда приехал, эмигрант. Вот, у него была где-то в прошлом большая любовь, вот такая вот романтическая история. В кого-то он был влюблен, за него ее не выдали замуж, потому что вот он был несостоятельный человек. Личность он стал легендарной, потому что он, вот так сказать, сублимировал вот эту свою неудовлетворенность жизнью тем, что построил замечательное такое вот сооружение, которое весит 1100 тонн. Один построил, в одиночку таскал с берега моря вот такие вот, ну, скажем так, известняковые блоки. Замок, это его называют Коралловый замок, ну, так прилипло такое название, хотя он не из кораллов строил, а из камней. Блоки там разной массой, и самый тяжелый, по-моему, тонн 30. Утверждается, что он исключительно работал по ночам. Каким способом он таскал вот эти камни, никто не знает, не видел. Замечательная такая легенда, и главное, что он делал это в одиночку. Сколь это было, правда или неправда, я не могу сказать. Могу только сказать, что замок ему однажды перешлось перевезти с места на место. И вот тут вот перевозка, я думаю, была при свете дня, и, скорее всего, в этом кто-то участвовал. Ну, время много прошло, времени много с тех пор протекло, утекло. Он строил его где-то с 20-х годов до начала 50-х. Потом этот замок он продал сначала одному хозяину, некому ювелиру. А по тогдашним временам он очень большие деньги взял, что-то около, там, по-моему, 170 тысяч долларов. То есть, представляете, в то время это было очень много. В то время унция золота стоила 35 долларов. То есть, примерно, ну, чуть меньше доллара за грамм. Чуть больше доллара за грамм. То есть, да, вот такая вот была цена золота тогда. Вот, и он, вот этот замок перешел в руки другого хозяина. Этот хозяин сейчас его эксплуатирует как некий такой туристический объект. Туда ходят туристы смотреть его. Естественно, новый хозяин всячески заинтересован в поддерживании в живой вот этой вот легенде, легенде о большой любви. Уже после его смерти нашли вот эту его несостоявшуюся невесту и приглашали приехать в тот замок посмотреть, который он для нее уже построил. Но она отказалась. Вообще, она была из Латвии. То есть, насколько я понимаю, если она обжила на тот момент советской Латвии, то она отказалась. Это звучит немножко смешно. Ей просто не разрешили выехать. Несмотря на ее возраст. Чтобы, значит, не создавать лишний шум, лишний повод, так сказать, для вражьих голосов, как тогда говорили. Я думаю, что это очевидно для нас, для советских людей. Вот. Вот так вот все пошло. Значит, в чем ценность этого замка, прежде всего? Ну, понятно, что у него, наверное, есть эстетическая ценность. Хотя едва ли он был профессиональным архитектором, но там есть скульптуры, что-то они там такое обозначают, какая-то символика. Я не очень представляю себе вот эстетическую ценность этой постройки, но ясно есть фактическая ценность. Человек без современной техники, без применения современной техники, какими-то, так сказать, более-менее кустарными методами сумел перемещать крупные массы, значит, камней. Кстати говоря, нет полной уверенности в том, что это было действительно построено из камня, а не было сделано нечто, так сказать, бетонное какое-то сооружение, что внутри, естественно, ну, хозяева замка теперешнего нам не расскажут, если там внутри просто какая-нибудь засыпка, да? Не расскажут. Вот. Понятное дело, что это будет только порочить светлое имя туристические достопримечательности. Все дело еще скрашивается тем, ну, окрашивается в загадочные тона тем, что вот этот вот строитель замка, латвийский иммигрант, он написал некую документик, материал, брошюрку, не знаю, текст, о, текст, в котором он повествует что-то такое вот околонаучное или псевдонаучное про магнитные поля, про что-то там такое. Вообще, я таких текстов насчитался в свое время, это вот к нам на первый образовательный телеканал очень часто присылались вот такие тексты. В советское время их слали в Академию наук, ну, или в ЦК КПСС, а ЦК КПСС адресовал их в Академию наук с требованием разобраться, значит, что это такое, ну, нужно, не нужно. Вот. Сейчас уже ЦК КПСС нет, и люди пишут вот на телевидение, газеты, ну, где кто их прочтет. Уже теперь никто не обязан читать и анализировать. Вот. Ну, и вот это вот много нам присылалось, вот таких текстов, мне вот их давали почитать. Сначала я был большим интересом, анализировал, читал, ну, потом понял, что это все в основном некие такие измышления, измышлизмы, ну, к науке немечникового отношения. Человек строит сам себе какую-то концепцию, и потом из этой концепции что-то такое, вот он какие-то выводы делает, какие-нибудь вихревые поля. Самое крутое было, это пирамидально-шаровые спиральные поля, вот как-то так. Спиральные пирамидально-шаровые, вот это вот очень сильно, правда? Вот. Спиральные пирамидальные шаровые. Мне понравилось. Вот. Вот такие вот дела были. Ну, то есть, это его текст как-то воспринимать всерьез не приходится, и это строительство замка остается лишним доказательством того, что, вот, например, такие постройки, как пирамиды, вполне могли быть построены людьми. Надо сказать, что вот эта вот все-таки постройка пирамид, это некий такой рассказ о том, как они строились, это рассказ некий предположительно-гипотетический. То, что мы знаем от древних греков, это все пересказ того, что ему, им, древним грекам, рассказывали египетские жрецы, рассказывали они через 2000 лет после строительства пирамид. Вот. Ну, есть некие тексты, относящиеся все-таки к эпохе строительства пирамид, в которых описана транспортировка камня, да? Камень, оказывается, транспортировали, они во время разливов пирамид, значит, вот они его возили на судах, на лодках, на, как там сказать, ну, на речных судах. Вот во время разлива Нила могли доставлять. Вот. Ну, вполне себе, там, в несколько тонн блоки, вполне себе они перевозимы, вот, они вполне себе могут быть транспортированы, ручным трудом перегружаемы. Это все доказано неоднократно. Мы же инженегры не только всякие инженегрскими делами, инженерными делами занимали, но и сугубо инженегрскими. Когда нас подсобниками на стройку отправляли, и там перекантовать с места на место блок какой-нибудь большой, бетонный, тяжелый, это не проблема. Подушки бетонные, все это мы легко, легко поправляли, легко перемещали с места на место, причем даже не крупными, значит, группами людей, да, как это могло быть в Древней Египте, а в одиночку или вдвоем, кантовали себе и все, перемещались. Это несложно, на самом деле, с помощью рычага чудеса можно творить. Вот. Ну и, тем не менее, все-таки остается загадка в строительстве, в технологии этих пирамид. Дело в том, что технология производства пирамид, она не совсем одинаковая. Есть, оказывается, пирамиды, которые внутри засыпку содержат, да, они просто засыпаны мелкими камнями, значит, вот таким вот, чтобы создавать некую массу такую, да, а снаружи идет вот облицовка, кладка какая-то вот идет, а внутри вот эти вот обломки, обломочные породы. Я перезвоню тебе, можно? Вот, вот такие вот дела. Ну, что могу еще вам сказать? Большое достижение, на самом деле, строительство того замка и еще большее достижение строительства древнегипетских пирамид. Кстати, вот недавно вышел фильм замечательный, «Аванпост», да, там, значит, появляются инопланетяне, и вот инопланетяне, значит, повествуют, что вот эти вот пирамиды, но вы же не думаете, что пирамиды и подводные города построены вами, это предшествующая вам цивилизация, которую вы, люди, истребили, вы такие жестокие, вот это мы вас создали, говорит инопланетянин. Ну, ладно, я надеюсь, спойлера тут нет, посмотрите, фильм «Аванпост» хороший, там идет стрельба из всех видов оружия, в том числе из любимого моего крупнокалиберного пулемета Владимирова, 14,5 мм, советую. Вот, а я очень нуждаюсь в деньгах, и прошу вас это мне прислать. Для этого внизу есть номер моей сбербанкской карточки, номер счета Сбербанки, «Пейпал», «Яндекс.Деньги», «Киви-кошелек», «Кошелек ВКонтакте», вот, и «Донейшн Алифтс». Вот наполняйте их, пожалуйста, будьте так добры, потому что я очень нуждаюсь в деньгах. Я, ну, мне просто неудобно вас каждый раз просить. Работаю я, в общем, для вас, не только для развлечения, но и для просвещения, для того, чтобы какая-то популярная информация могла у вас уложиться в голове с пользой. Ну, всего доброго, до свидания. Всех благ, пока.